добрый день дорогие друзья сегодня видео будет посвящено вот этой пряже по сути дела это видео можно выпустить под кодовым названием покорение сибири потому что пряжа называется сайберия от фирма остерман давайте посмотрим поближе 50 грамм 110 метров в 50 граммах вот такой вот пухленький моточек совершенно шикарный состав 55 процентов альпаки 12 процентов шерсть верблюда 12 процентов шерсть овечье и все это находится в тончайшем шнурочки из полиамида которого здесь 21 процент из этого шнурочка просто вот все что то что вы только что слышали не будет держаться вот кусочек от этого шнурочка и вот здесь вот в принципе можно наверно попробовать этот шнурочек разглядеть вот он хорошо видно я вижу в окошечко и вот все остальное вот это вот все что нам нравится натурально она находится внутри этого шнурочка пряжа совершенно не колется она мягкая и не просто можно носить чувствительным людям с чувствительной кожей и и мне кажется даже детям можно попробовать потому что на самом деле она очень очень мягкая поскольку пряжа такая вот мягкая вся хорошая качественно натуральная она имеет достаточно капризный характер вот сейчас я вам покажу уже третью свою попытку попробовать связать из нее шапку почему я решила шапку из-за потому что у меня всего было два моточка пряжа это не дешевая стоит она сейчас в районе давайте я не буду врать я посмотрю в интернете сколько сейчас это пряжа стоит так вот когда я покупала мне не запомнилось что разница была где-то 120 150 рублей и я тогда так порадовалась ну естественно что естественно это дорого это дорого и купить себе на целую кофту я не смогла но мне очень хотелось попробовать я купила два моточка в расчете на то что мне хватит на шапочку и на что-то на шею то есть ну дик шарфик что-нибудь маленькое вот посмотрим на что хватает и так вот это вот третий вариант первый моточек он полностью у меня перемотан потому что я его уже раза два полностью связала и распустила на мою счастье пряжа это распускается достаточно легко хотя я очень боялась что она будет цепляться и таки волокнами до цепляться и распустить его будет потом невозможно и так что же у меня было у меня был вариант с косами очень сильно такими витыми но все эти шапки с косами они рассчитаны на достаточно на большое количество петель то есть это 100 плюс да вот сейчас у меня набрано 80 это ровно столько сколько надо на мой размер головы пятьдесят семь с половиной 100 это получался горшок даже несмотря на то что были косы это было очень много слишком много петель и значит я тот вариант распустила потом я стала набирать берет и вот когда он в лицевой глади вот так вот и когда этого много и вяжешь про хона слабо вы не представляете как отвратительно выглядит полотно оно просто смотрится как тряпка безжизненно возможно я не знаю просто берет и не подходит для этой пряжи или у меня не получилось я берет тоже полностью распустила и вот решила остановиться на таком лаконичном варианте это будет шапочка вот где-то как-то вот примерно по такой же форме естественно без отворота просто прямая и скругленная макушечка и ровно так же я буду формировать макушку и понравилась мне именно сторона изнаночная то есть это не платочная вязка это обычная гладь внутри лицевая просто вывернутая изнаночной стороной наружу вот так вот резинку тоже делать я не стала я удовлетворилась крестообразным набором давайте я вам покажу его на другом изделии и вы но кто не знает поймет о чем я говорю крестообразный набор он очень хорош вот именно в таких случаях когда надо выполнить изделие без ярко выраженной резинки вот смотрите у меня есть такая вещь называется она жилетка не помню показывал я вам ее или нет выполнена она из американского хлопка ровнского и вот внизу вот это вот красивая дорожка это и есть крестообразный набор поищите пожалуйста в интернете кому понадобится заинтересовала вот такой вот наборный край крестообразный набор его еще иногда называются болгарский называют болгарский зачем или зачем вот красиво получается очень красиво единственное что то я его набираю в две нити давайте я вам все таки покажу раз я вам чтобы все приготовила как выполнять крестообразный наборный край значит вот смотрите я беру ниточку который буду вязать вязать я буду в одну нить складываю в две нити в два сложения и таким образом я сейчас буду делать набор значит заводим спицу под нить и делаем вот так вот получили первую петельку дальше первая петля набирается стандартно как обычно а вторая следите сейчас за большим пальцем вторую я делаю вот так и набираю ее изнутри вот и вот у нас получилось вот эта петелька вот она вот она петелька это красивая петелька которую мы видим вот здесь следующую петельку я набираю как обычно вот а потом просто палец вовнутрь ввожу и набираю изнутри все вот все секреты вот этого болгарского набора или крестообразного набора крестовидного как его угодно можно называть все допустим набрала столько сколько мне надо так дальше беру вот эту вот нить которая рабочая единственное я вам тут неправильно показала надо ну ладно неважно как вы расположили эти все нити на самом деле надо класть вот так чтобы вот короткая сторона была справа у вас то есть давайте еще раз покажу быстренько тыс и поехали это просто это правда просто вот набрали сколько вам надо этого красивого края дальше вот у вас рабочая нить она в два сложения вы забываете об этом делайте вид что она была в одно сложение все разворачиваете допустим или вы смыкаете в круг и вяжете и здесь сейчас самое главное не привязывать вот вот у нас смотрите петля каждая петля состоит из двух ниточек что ж такое сегодня со светом вот она состоит из двух ниточек вы на это тоже не обращайте внимание и провязывайте ее как обычно как будто это одна петелька все вы просто у вас просто первый ряд два сложения нити все не надо каждую нить и провязывать отдельно вот набрали пять петель и во втором ряду у вас тоже должно получиться пять петелек вязать можно следующий ряд каким угодно способом хоть лицевой хоть изнаночной лицевой конечно это будет ярко выраженный эффект вот от этого края а на изнаночной стороне вот давайте я вам покажу не очень будет видно и немножечко будет даже сливаться вот но эффект того что край он у вас будет уплотненный и вот такой вот он все равно это будет видно особенно когда вы шапочку наденете на голову эффект вы этот получите он практически не закручивается это все выровняется после стирки набор я сделала в две нити как я уже сказала спицами номер пять а вяжу я спицами номер пять с половиной и это новые для меня инструменты спицы от фирмы clover я вам их показывал уже с их как-то в инструментах и говорила что у меня будет двойной тест и пряжа остерман и спицы clover и вот я хочу вам сказать что оба пункта меня устраивает на пять с плюсом и вообще самые лучшие отзывы и о пряже и о спицах могу дать спицы бамбуковые они не весят ничего они невесомые совершенно они вообще невесомые очень приятная древесина она такая она выглядит как будто она матовая на самом деле она шелковистая вот это верное слово и пряжа шелковистая и спицы шелковистые для меня они немножко туповаты потому что я вяжу плотно очень туго вяжу в общем вот мне приходится с усилием особенно в первую петельку которую я подтягиваю когда вяжу я magic loop поэтому я вяжу в своей обычной манере первую петельку я посильнее подтягиваю и мне приходится с усилием туда продевать спицу чтобы как бы петлю расширить и спица вошла ну а так все прекрасно давайте я вам покажу как выглядит стыковка спицы и лески на мой взгляд это очень удачное решение то есть вот смотрите вот здесь видно хорошо вот это вот когда вы проталкиваете спицу особенно назад при magic loop вот это каким-то образом очень легко проходит и петли просто заезжает давайте я вам покажу что я на словах рассказываю вот посмотрите никаких вообще сложностей вспомните наш тест с латернмун это вообще я считаю это идеально при условии что пряжа капризная она цеплючая из-за своего строения вы видели что она как она выглядит видите вот как стык ссыкуется то есть леска наползает на спицу и вот это вот место оно достаточно хорошо отшлифовано то есть практически вот этого стыка между леской и спицей его не ощущаешь вот вот так вот я уже начала убавление как я говорила я действую по принципу описанному в этой шапочке то есть шапка здесь разбита на 10 равных отрезков и эти отрезки по 12 петелек и в первом ряду убавки вы провязываете 10 петель потом 2 вместе 10 петель и 2 вместе следующий ряд вы провязываете без изменений в нечетном ряду следующем вы делаете опять убавки то есть в первом ряду мы провязывали 10 Сейчас мы провязываем 9 и 2 вместе, 9 и 2 вместе так до конца. И так мы действуем до тех пор, пока у нас не осталось убавок на два ряда. В последних двух рядах мы убавляем в каждом ряду без вот этого вспомогательного технического ряда, который мы провязываем без убавок. И получается вот такая красивая макушечка, и она уже не таким горшком, как вот в той шапке, которую я вам в прошлый раз показывала. И посмотрите, прям лучики получаются. Единственная разница, что здесь, поскольку у меня изнаночные петельки, то привязываю я не 2 вместе лицевыми, а 2 вместе изнаночными. С обратной стороны, сейчас я найду эти убавочки, момент. Вот эти убавки получаются вот таким образом. Но еще мало видно, потому что я их всего 2 штучки сделала. А нет, вот они, вот они идут вот так, ну вот эти убавочки. Но я же буду носить этой стороной, в этом месте у меня не видно ничего. Она просто красиво закроется, как будто так и было. Вот такой замечательный у меня будет комплект. Несмотря на то, что сегодня уже 2 апреля, я думаю, что я его еще успею поносить, и не только его, и другие свои новинки сезона, которые я планирую еще только делать. Потому что погода у нас вот такая, да, как мой тяжелый вздох. Она такая очень серая, слякотная, грязная. И я думаю, что весь апрель она такая предстоит. То есть температура днем где-то 6-7 градусов, но при этом осадки. При этом еще течет нерастаявший снег. При этом ветер и зябка. И поэтому вот такие вещи из натуральных материалов, они, конечно, спасают. Потому что тепло обманчиво. Кажется, что ой, 6 градусов. Сейчас, как я все сниму, да как пойду с красивой прической. А потом кашель, сопли и все такое прочее. Поэтому надо себя беречь. У нас такой регион. К сожалению, никуда. Вот давайте еще раз вам покажу этикеточку от спиц. Спицы серии Takumi. Это переводится типа что-то как мастерство. Вот так. Но на самом деле спицы классные. Очень жалею, что не купила еще других размеров. У меня они только одни. Стоили они 350 рублей в магазине розничном. Но я боюсь, что это старая цена. И сейчас цена, мягко говоря, другая. Вот. У меня на столе еще лежит еще одна пряжа от Osterman Soft. Я вам ее уже показывала. После того, как я закончу вот этот комплект, настанет ее очередь. Это будет с нут большими спицами. Ну, в смысле, большим размером спиц. И жду, конечно, я не дождусь. Потому что это еще большее облачко, чем Сибирия. Но вот это все, что у меня есть от Osterman, Сибирия и Softie. Все. Обе пряжи приехали из Праги. И уже это все это было почти год назад. Сейчас как-то так захотелось вспомнить. А у меня такие два приятных сувенира, которые я сейчас вижу и радуюсь. Что я их тогда купила. Что не пожалела денег. И я думаю, что они у меня очень выручат вот сейчас в нашей непогоде. И защитят от простуд. Ну, а если придет вдруг весна, такая теплая, солнечная, яркая, я эти все вещи аккуратно сложу и дождусь осенью, так что все не пропадет. Вот. Спасибо вам всем за внимание. Вроде рассказала все, что хотела. Проснуть, наверное, будет отдельная тема. Я не знаю еще, как вязать. То ли поперек, то ли вдоль, то ли так же вот так вот изнаночной стороной глади. То ли чулочной, платочной, вернее, вязкой. То ли жемчужинкой, то ли косами. Не знаю. Я еще подумаю, посмотрю, сколько у меня останется. Но, скорее всего, немного, поэтому выбора много-то не будет. Я вам обязательно расскажу, какое решение я нашла. Но вот небольшой такой комплектик у меня получится. И ура! Вот еще сегодня выставила в Инстаграм фотографии. И мне написали, что надо бы взять, возможно, номер побольше спиц, потому что полотно получается достаточно плотное. Но, во-первых, это именно тот эффект, который я хотела добиться. Во-вторых, это не платочная вязка. Если бы я вязала платочной вязкой, там один ряд получался бы лицевой, второй изнаночный. И ряды не казались бы такими как бы скученными. Они были бы вот как здесь, ой, извините, вот как здесь, вот так вот примерно. И на самом деле это то же самое, просто оно связано в каждом ряду изнаночной. Если делать более, вот мне, если брать больше номер спиц, у меня будет такая же история, как с беретом. То есть все просто развалится. Это будет кавашня, а не шапка. Поэтому пусть оно похоже немножко на валеночек. Я уже примеряла на голову, на голове все прекрасно смотрится, хорошо держит форму, не расползается, не просвечивает. И плюс еще уже нет влажной тепловой обработки. Она немножко даст такой разглаживающий эффект. Пряжа распушится и все будет нормально. Вот, кстати, в кадр попал стыковочный ряд Magic Club. Вначале я боялась сильно стягивать, и вот его немножко видно, совсем чуть-чуть. Но это тоже все при стирке выровняется. Вот, я обалдею. Очень мне нравится процесс, хорошие материалы, хорошие инструменты. Мне кажется, в этот раз у меня получится договориться с этой пряжей, и будет у меня скоро обновка. Ну все, спасибо всем за внимание, хороших вам. ярких, солнечных, весенних деньков, и побольше хорошего настроения. Спасибо вам еще раз за внимание, до скорых встреч, и пока.